Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о философе, религиозном мыслителе, представителе русского серебряного века в каком-то смысле, Леве Шестове. Философия его, мне кажется, представляет интерес и сегодня, и отличается большой оригинальностью. Вообще, первое, что хочется сказать о Леве Шестове, это то, что в ландшафте русской интеллектуальной мысли, начала 20 века и эмигрантской мысли, фигура Шестова стоит особняком. Когда мы говорим о русской философии, в ней выделяются некоторые идейные течения. Мы можем говорить о славянофилах, мы можем говорить о западниках, можем говорить о марксистах. Есть какие-то круги, концентрирующиеся вокруг определенных фигур, как, например, Владимир Соловьев и испытавшие его влияние. Так вот, Шестов на фоне всех этих коллизий русской мысли предстает удивительным одиночкой. Не примкнувшим, как писали о нем, ни к западникам, ни к славянофилам, ни к университетским философам, ни к верующим, ни к неверующим. Он всегда был сам по себе. При жизни его философские изыскания встречали мало сочувствующих и много критиков. Известен злой афоризм, пущенный в его адрес Ительсоном, уже в эмигрантский период. Такая острота, описывающая лекцию Шестого. Сидят пять дураков и слушают Шестого. И вот эта какая-то отделенность фигуры Шестого, которая своеобразным образом преломилась в его философии, мне кажется, очень интересна. Потому что и философия Шестого, она тоже вся об этом. Она про одиночество, про заброшенность человека, про несогласие и про критику в адрес всех общеизвестных истин, всех легко доступных, всеобъясняющих и очень рациональных концепций. Как Розенов называл Шестого беспросветно умным, Ремезов называл его бездомно-сердечным. Предельно индивидуальная философия, заостренная против всех сложившихся к тому времени объективирующих, всеобъясняющих рациональных схем. И вот именно этой своей полемической заостренностью, своей предельной критичностью философия Шестого интересна, мне кажется, и сегодня. Коротко о биографии Шестого. Прежде всего, нужно сказать, что Лев Шестов – это литературный псевдоним. По поводу его значения существует тоже исследование, но мы не будем в это вдаваться сегодня. Настоящее имя его Лев Исаакович Шварцман. Уроженец Российской империи. Родился в Киеве в 1866 году в семье крупного коммерсанта. Учился в Киевской гимназии, затем в Московском университете, затем в Киевском университете, который окончил в 1889 году. И спустя 10 лет целых выходит первая книга Шестого, посвященная Шекспиру. Шекспир и его «Критик Брандес» так она называется. Нужно еще сказать, что в отличие от мыслителей, менявших в ходе жизни свои вкусы, какие-то ориентации, пристрастия, свои основные концепты, Шестов, как некий такой камень, всегда оставался равным самому себе. И уже в самых первых его работах прослеживаются те основные линии его мысли, которым он будет следовать вплоть до своей смерти. Вот эта монолитность тоже одна из отличительных его черт. Некоторые работы, принесшие ему известность, конечно, достаточно условно сказано известность, Шестов никогда не был таким же популярным, каким был популярным в свое время, например, Сергий Булгаков. Но все-таки вот такие работы, как «Добро в учении графа Толстого и Ницше», «Достоевский и Ницше» и, наконец, «Апофеоз беспочвенности». Мы о содержании этих работ поговорим подробнее. Все они выпущены в ранний период, до 1905 года. Шестов, как и многие, не принимает революцию 1917 года, эмигрирует и в эмиграции опубликует наиболее значительные свои работы, в которых его философия предстает в наиболее резко очерченном виде. Это «Власть ключей», это «На весах Иова», это работа, посвященная Киркегору, «Глаз вопиющего в пустыне», это «Афина и Иерусалим». Скончался Шестов незадолго до начала Второй мировой войны в Париже в ноябре 1938 года. Уже по этим кратким вехам биографии мы можем выявить какой-то спектр тем, привлекавших интерес Шестова, и это тоже то, что делает его философию актуальной и для нас сегодняшних. Шестова с самого начала интересовали глубинные вопросы человеческого бытия. Но если говорить об истоках, то истоки эти лежат даже не столько в философии, как в какой-то университетской дисциплине, не столько в сфере абстракции и умозрений. Истоки его философствования лежат в русской литературе XIX века. Не случайно возникают с самого начала фигуры Толстого, фигуры Достоевского, фигуры Шекспира, опять-таки. Шестова интересует маленький человек. Вот эта тема, которая всплывает в русской литературе XIX века, у Толстого, у Достоевского, у Чехова. Лишний человек. Человек самый обычный, да, человек обойденный вниманием, ничем особенным не выделяющийся. И ситуации, которые переживает этот человек, которые оказываются для него глубиннозначными. Позднее в экзистенциальной философии, которой Шестов был близок, их будут называть пограничными ситуациями. Если говорить о философских каких-то источниках влияния, то мы тоже уже назвали эти фамилии. Это Киркегор, это Ницше. Хотя надо сказать, что Киркегором Шестов увлекся достаточно поздно. Вообще открыл его для себя за 10 лет до смерти. В 1928 году он опубликует книгу о Киркегоре. Но, открыв его для себя поразиться, насколько близка оказалась ему эта мысль. Сам же Шестов говорит, что его первым учителем философии был Шекспир. От него, пишет Шестов, я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное. Время вышло из своей колеи. Одна из основных черт философского наследия Шестова – это форма подачи материала, это форма изложения его мысли. В отличие от систематичных философов, которые свои идеи публиковали в форме каких-то ясных концепций, которые стремились к созданию систем, Шестов всегда был мыслителем принципиально бессистемным, чуждым всякой системности. И философия его по этому, наверное, по этой причине можно назвать ее легко доступной, потому что она, в общем-то, близка в чем-то к художественной литературе больше, чем к философии. Но вместе с тем это доступность обманчива, потому что идеи Шестова парадоксальны. Они выражены в форме каких-то противоречий, парадоксов, в форме философских эссе. Это мысль, в которых следует не линейными путями, а достаточно извилистыми. Это странствование по душам его излюбленных мыслителей и героев. Это Достоевский, Ницше, Толстой, Чехов, Сократ, Авраам и Иов. Если говорить о европейских мыслителях, то это Паскаль и Киркегор. Как скажет Бердяев о нем впоследствии, Шестов философствовал всем своим существом. Не только сознанием, не только разумом, но изнутри его глубочайших интересов, его пристрастий шла его философия. И одной из основных задач философии, не только своей, как таковой вообще, Шестов видел задачу, как он сам это сформулировал, научить человека жить в неизвестности. Вот уже здесь мы можем задать вопрос, что это вообще за философия такая, научить человека жить в неизвестности. Это не похоже на то, каким образом ставила свою задачу европейская философия, рациональная философия. Мы привыкли ассоциировать философию как раз с сознанием, просветить человека. Если мы говорим об эпохе просвещения, философия стремится просветить человека, чтобы он не жил в неизвестности, а наоборот, чтобы он понимал все, знал, ориентировался в том, что вокруг него происходит. И истоки этой традиции мы можем проследить вплоть до Аристотеля, который тоже, очевидно, не хочет научить человека жить в неизвестности, который выделяет категории, который все классифицирует. И знания в его системе тоже играют очень большую роль. А вот Шестов с самого начала идет другим путем. И говорит о том, что его философия должна научить человека жить в неизвестности. Уже в апофеозе беспочвенности, одной из самых известных его работ, он определяет это видение задач. Человек боится неизвестности. Человеку некомфортно, когда он чего-то не понимает, когда он сталкивается с чем-то запредельным, непостижимым для него. И поэтому человек прячется от нее за различными догматами. И интересно, что Шестов здесь не делает разницы между различными догматическими системами. В качестве таковой может выступить, например, вполне разумная философия объективного идеализма. То есть человек хочет объяснить себе действительность и начинает истолковывать ее, исходя из некоего абсолюта. И здесь нет разницы. Будь то мыслим мы, например, по-кантовски, из чистого разума, или мыслим мы, исходя из, к примеру, Платона. Мы выстраиваем какую-то систему, объясняющую нам действительность. И для шестого это не более чем уловка. С помощью которой мы пытаемся закрыть глаза на неизвестное. Но в определенных обстоятельствах каждый человек ощущает в себе стремление осмыслить судьбу, назначение своего существования. Человек сталкивается с этими вечными вопросами о смысле жизни, о смерти, о начале и конце всего сущего, о существовании Бога, в конце концов. Эти вопросы тоже в философии выделены достаточно давно. И вот Шестов по этому поводу склонен иронизировать. Вообще его стиль, это еще одна характерная черта, он предельно ироничен. Он саркастичен, вплоть до какой-то язвительности по отношению ко всемировой философии. Никто из тех, кто появляется на страницах трудов шестого, не скроется от его всепроникающей иронии. И Шестов пишет, что с давних времен в литературе заготовлен большой и разнообразный запас всякого рода общих идей мировоззрений, метафизических и позитивных, о которых учителя начинают вспоминать всякий раз, как только начинают раздаваться слишком требовательные и неспокойные человеческие голоса. Вот как Шестов видит философию. Здесь, наверное, можно задаться вопросом, какой он видел философию в контексте своего времени. Написаны эти строки в 1905 году. В русской мысли это расцвет как раз всякого рода всеобъясняющих систем. С одной стороны, марксизм, поднимающийся, который как раз таки и претендует на объяснение всей мировой истории и постижение ее якобы объективных законов. С другой стороны, университетская метафизика, ориентированная на Канта, прежде всего, но не только на него, которая тоже со своей стороны объясняет всю мировую действительность на основе некоторых объективных законов. Опять-таки, для Шестого здесь нет особенной разницы. Будь то марксизм, будь то кантианство, он видит философию совершенно другого угла зрения. С точки зрения маленького человека, для которого, в сущности, что марксизм, что условное кантианство, что какой-нибудь позитивизм, выполняет одну и ту же задачу. Все объяснить и дать ему некое успокоение души. То есть, философия как бы говорит человеку, успокойся, тебе не нужно ни о чем волноваться, тебе не нужно задавать какие-то слишком неудобные вопросы. Вот, все ответы уже даны. И Шестов с самого начала настроен резко критически по отношению ко всем этим попыткам философии все объяснить, замолчать все проблемы, успокоить человека. Он говорит, что существующее мировоззрение оборачиваются темницей ищущего духа, потому что, пишет он, философы стремятся объяснить мир, здесь мы чувствуем какие-то фейербаховские нотки, да, философы стремятся объяснить мир, чтобы все стало видным, прозрачным, чтобы в жизни ничего не было или было бы как можно меньше проблематического и таинственного. И вот это как раз Шестову и не нравится. И здесь обнаруживается одно из ключевых понятий в его философии, одна из ключевых тем, которые будут его волновать вплоть до самой смерти. Это тема тайны, это тема загадочного, таинственного, необъяснимого в нашей жизни. И он будет, опять-таки повторюсь, вот с самых-самых первых своих трудов вплоть до самой смерти, упорно твердить, что ошибочно вот это стремление изгнать из жизни таинственное, загадочное. Что у человека должно оставаться вот это ощущение тайны, ощущение, что куда-то он проникнуть своим рассудком не может. Не следовало ли бы, говорит он, наоборот, стремиться показывать, что даже там, где все людям представляется ясным и понятным, все необычайно загадочно и таинственно. Самим освобождаться и других освобождать от власти понятий, своей определенностью убивающих тайну. Ведь истоки, начало, корни бытия не в том, что обнаружено, а в том, что скрыто. Бог есть скрытый Бог. Deus et Deus abscunditus. Вот что для него важно с самого начала. И это тема тайны, тема того, что Бог прикровенен, что он скрыт от досужего рассудка. Она будет сохранять для него значение вплоть до самых последних его трудов. И интересно, что системы метафизики, системы понятий определенных, каких-то концепций, все объясняющих, приобретают у шестого какую-то властную коннотацию, власть понятий, которые сковывают человека, которые привязывают его к каким-то определенным точкам зрения, определенным суждениям. Это очень современный разрез. Например, французская критическая мысль второй половины XX века вся будет сконцентрирована вокруг вот этой темы. Только они называть это будут уже по-другому. Они будут говорить о репрессивности языка, о том, как система посредством самих понятий навязывает человеку определенный угол зрения. Но там это все приобретет более социальный разрез. А у шестого речь идет о самой сути бытия. Бог есть скрытый бог. Можно было бы возразить шестого, что не все же сводится к объективным, каким-то рассудочным понятиям. Есть ведь еще интуиция, некое интуитивное знание, какие-то озарения, которые приходят к человеку, как правило, без его прямого какого-то волевого вмешательства, в особых обстоятельствах, и которые могут нести в себе эти интуитивные озарения, прозрения, какие-то гораздо больше, чем дискурсивные понятия. Возражение было бы сильным, наверное. Но шестов и на это возражает. Он говорит, что когда говорят, что интуиция есть единственный способ постижения последней истины, с этим трудно согласиться. Интуиция происходит от слова интуэри, смотреть. Но нужно уметь не только видеть, нужно уметь и слышать, ибо главное, самое нужное увидеть нельзя, можно только услышать. Тайны бытия бесшумно нашептываются лишь тому, кто умеет, когда нужно весь обращаться вслух. Вот такую задачу ставит он. И, конечно, мы можем сказать с точки зрения такого нашего повседневного рассудка, что задача эта сформулирована парадоксально, даже может быть вызывающая, раздражающая. Но как это расслышать неслышимое? Обратиться вслух. Но в этом он и видит задачу философии. Не в том, чтобы успокаивать, а в том, чтобы смущать людей. В том, чтобы выводить их из этого состояния повседневного спокойности, заговоренности какой-то. И поэтому читать шестого трудно, потому что вот этим абсурдом, совершенно сознательно применяемым, наполнены все его работы. Все это преследует вполне человеческие цели. показать, что всякое бытие человека, оно принципиально открыто. Оно не замкнуто на самом себе. Оно не замкнуто на какой-то определенной системе. Оно открыто каким-то новым вторжением, новым влиянием. И оно, как Шестов будет говорить, не гарантировано. Ничем не обеспечено. Никаких гарантий нет. Конечно, опыту 20 века, самую сердцевину, которого, в общем-то, задел Шестов своей биографией, такая философия соответствует. И именно по этой причине Шестова, как правило, ставят в один ряд с экзистенциалистами. С Альбером Камью, с Сартером, с Хайдегером или с Геркигором. Далеко не всегда эти сопоставления закономерны. Мы позже обсудим, почему. Но некий принципиальный отказ от всех подпорок, от всех объясняющихся систем рациональных, конечно, Шестова с этой мыслью роднит. Он выступает против классической метафизики, против метафизического разума, против разума вообще. Философия, говорит он, есть учение о ни для кого необязательных истинах. Зачем она тогда нужна, спрашивается. И Шестов, согласен, не нужна она. Он призывает признать реальность непостижимого, абсурдного, того, что не вмещается в разум и знания. Того, что им противоречит, что восстает против всякой логики, против всех избитых истин, привычного нам мира. А мир этот, мир человеческого бытия, Шестов, конечно же, видит ложным и обманчивым, иллюзорным. Но, опять-таки, Шестов пошел гораздо дальше, чем многие мыслители этого направления. Мы можем вспомнить Паскаля, который тоже об этом говорил. Мы можем вспомнить до Киркегора, в общем-то, ложе. Но, Шестов говорит о том, что все иллюзии этого мира тщательно рационализированы, что сам разум человеческий поставлен на службу вот этой видимости, этой обманки. То есть, наша система мышления, на которую мы так привыкли полагаться, наш рассудок, наша логика, все служит этой цели, ввести человека в заблуждение. И все это выглядит прочным и успешным. Устойчивым и до поры до времени работает, пока человек не столкнется с реальностью непредвиденного, катастрофичного. Когда он сталкивается с опытом смерти или с опытом абсурда, вся его обжитая обыденность оказывается вдруг кратером проснувшегося вулкана. Все, что успокаивало, перестает работать. Что же хорошо, на что же мы в таком случае можем упереться? И с чем мы можем исходить? Шестов старательно развенчивает разум. В общем-то, его главная работа апофеоз беспочвенности, которая представляет собой сборник внешне не связанных друг с другом эссе, очень таких разнообразных, очень разбросанных. Она самой структурой своей противостоит всякой системности, всякому духу школьной философии, мысль его как будто скачет или повторяется, или ходит кругами. И в общем-то, все эссе, хотя они на разные темы, о разных героях, но все они преследуют одну и ту же цель, развенчать, развенчать разум в его притязаниях, разоблачить вот эту видимость, эту обманку. Но у нас возникает вопрос, что же тогда? Конечно, помимо разума есть второй источник бытия человеческого, это вера. И шестов, безусловно, в этом противоречии разума и веры, которые он вновь радикализирует, для него понятно, что разум или знание это никакой не друг веры, это его оппонент вечный, противник, и он всецело на стороне веры. Но веру он понимает по-своему. Традиционную теологию, которую мы напомним к XIX веку, которая тоже была очень рационально истолковываема, как правильно, школьную теологию, метафизическую теологию, он не приемлет ни в каком виде. У шестового были всегда трудности и с какими-либо традиционными конфессиями, с какой-то внешней религиозностью, он ищет своей веры, веры очищенной, веры настоящей. Как вечный бунтарь, он и здесь все время идет против всех. Религиозный поворот в его мировоззрение происходит в достаточно длительный период, с конца XIX века до примерно 1910-х годов, когда он становится тем, кого мы можем назвать богоискателем. Он начинает искать Бога. Но речь идет не просто о христианском Боге. Здесь, конечно, сложный момент, потому что то, что Шестов понимал под христианским Богом, конечно, можно поспорить с тем, действительно ли христианство говорит о таком Боге. Шестов считал, что христианство говорит о Боге добра, о таком Боге, который равен воплощению лучших моральных качеств человеческих, о всевидящем, любящем, всепонимающем Боге, о Боге, о котором говорила рациональная теология, в общем-то, начиная с Канта, для которого Бог – это гарант практического разума, гарант совести. Шестов пошел против этого, и для него гораздо более важен Бог Ветхого Завета. Вот там он находит то, что он ищет. Во-первых, это Бог непознаваемый, Бог, который скрыт завесой тайны, и намерения которого не предвидены, которые невозможно каким-то образом предусмотреть, Бог, который вмешивается в человеческую жизнь самым непредсказуемым образом. В общем-то, весь Ветхий Завет об этом действительно. Происходят исторические события, в которые вмешивается Бог, и все идет не так, как ожидали участники этих событий изначально. И вот это для него было важно, поскольку сам Шестов всегда колебался, говорит что-либо утвердительное о Боге, и в общем-то был принципиально против того, чтобы приписывать ему какие-то по-человечески понятные качества. Вот, например, одно из поздних его произведений «Власть ключей», изданное уже в эмиграции в Берлине, начинается с таких слов. «Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости. Конечно, из того, что человек погибает, или даже из того, что гибнут государства, народы, даже высокие идеалы, никак не следует, что есть все благое, всемогущее, всеведущее существо, к которому можно обратиться с мольбой и надеждой. Но если бы следовало, то и в вере не было бы никакой надобности, можно было бы ограничиться одной наукой, в ведение которой входят все, следуют и следовало. Вот что Шестов делает в этом очень важном пассаже? В общем-то, он ставит в древнюю как мир проблему Теодицеи. Проблему защиты Бога, которая известна очень давно, она старше даже, чем христианская мысль. Но христианская мысль начинает громко звучать со времен еще Блаженного Августина. И вопрос звучит таким образом. Каким образом совместимо существование Всеблагого, Всемогущего, Всеведущего Бога с разрушениями, смертью и прочими ужасами, которые мы наблюдаем в окружающей нас реальности? Почему страдают невинные люди? А люди злонамеренные, наоборот, достигают успеха? Если Бог Всеведущ, если Он Всемогущ, почему же Он не хочет им помочь? Значит, Он может быть тогда не Всеблагой? Может быть, Он не любит человека? Вот так поставлен вопрос. И есть, конечно, и традиционные на него ответы. Не будем сейчас глубоко в это вдаваться. В рациональной теологии, в метафизике сформировался свой какой-то пул ответов к 20 веку на этот вопрос. Ну, наиболее традиционный говорит о том, что страдания человеческие служат некой всеобщей необходимости. человек страдает, потому что так нужно. Может быть, он сегодня пострадал, но это приведет к счастью большего количества людей. И мы не можем предугадать всех намерений Бога, и не нам постигать его пути, да, поэтому то, что мы должны сделать, это примириться с тем, что выпало на нашу долю. Ну, такой, например, ответы есть и другие. И теология пытается из этого сделать вывод, что Бог все-таки существует. Так звучит ее аргумент. И вот шестов, очень интересен здесь поворот ее мысли, потому что он ополчается против самого вот этого следует. Вот, казалось бы, такой, большой такой ход мысли, можно было в нем выбрать что-то, наверное, более обращающее на себя внимание про человека, про государство, про историю, про страдания. А шестов ополчился на слово следует. И он говорит, что если бы следовало из страданий, что к кому-то можно обратиться с мольбой и надеждой, то само вот этот следует опять-таки придает всему характер некоего объективного закона. А шестов как раз-таки он против всяких законов, он против всех объяснительных схем. Он говорит, что здесь вновь появляется еще одна уловка, еще одна обманка со стороны разума, еще одна попытка его успокоить. Вовсе не следует, вот что сказал бы шестов, из факта страдания не следует, что есть всеблагой и любящий всемогущий Бог. но конечно несовместимость разрушительных каких-то исторических событий, страданий бессмысленных человеческих, несовместимость их с всеблагим Богом, всемогущим и всеведущим волнует шестого. Это одна из самых основных линий его размышлений. И он считает, что именно из-за того, чтобы преодолеть вот эту несовместимость и возникает необходимость веры. Именно поэтому она и является верой, потому что никаких аргументов рациональных в ее пользу просто нет. Ну не следует и все тут. Нету никакой связи, которую можно было бы возвести в закон. И все же, говорит шестов, люди не могут и не хотят перестать думать о Боге. Верят, сомневаются, совсем утрачивают веру, потом снова начинают верить. И шестов разводит здесь в стороны представления человеческие о всеблаговом, всесовершенном существе и то, что он будет называть живой верой, настоящей верой. Верой как таковой, не основанной ни о чем. Он говорит, мы охотно говорим о всесовершенном существе, привыкли к этому понятию и даже искренно думаем, что оно имеет определенное для всех одинаковое значение. Вот здесь тоже уже чувствуется полемическая нотка. Такой Бог, говорит шестов, который для всех одинаковый. Вот он для меня добрый, для себя добрый. И все мы одинаковые под его крылом. Он описывает некоторые признаки, которые могут быть названы при решении задач такого рода. Опять-таки все знания, все могущества. И вот на эти признаки, на эти человеческие представления о Боге обрушиваются с беспощадной критикой. Например, спрашивают, есть ли в самом деле все знания признак совершеннейшего существа? И тут же отвечает, вперед все предвидеть, все всегда понимать, что может быть скучнее и постылее этого? Неожиданный поворот. Всесовершенное существо, говорит он, никак не должно быть всезнающим. Много знать хорошо, а все знать ужасно. То же самое про всемогущество Бога. Здесь то же самое говорит Шестов. Кто все может, тому ничего не нужно. Поэтому всемогущество, да, вот это человеческое представление всемогущества, оно просто бессмысленно. И третий признак, признак вечного покоя, так называемый, тоже Шестов находит его ничем не лучше уже разобранных. Важно пояснить, что Шестов здесь не критикует, конечно, Бога как такового, а критикует человеческие о нем представления. А вот эти понятия всесовершенный, всезнающий, всеблагой, они же тоже не на пустом месте появились, а они традиционны для христианской теологии, восходят еще к святоотеческой письменности, когда пытались как-то концептуализировать представление о Боге и выделили ряд вот этих понятий. И на них Шестов ополчается. Почему же люди приписали Богу все эти общие понятия, которые Богу, как полагает Шестов, никоим образом не подходят? Потому что руководствовались своими побуждениями. И здесь Шестов вновь становится удивительно похож на Фейербаха с его переворачиванием религии с головы на ноги. Руководятся люди говорит Шестов не интересами этого существа, а собственными. Им, конечно, нужно, чтобы высшее существо было всезнающим. Тогда им можно без опасения верить в свою судьбу. И хорошо бы, чтобы оно было всемогущим из всякой беды выручат. И чтобы было спокойно и бесстрастно чтобы успокоить. То есть человек сформулировал такие представления о Боге, потому что он сам хочет такого Бога. Ему нужен такой Бог, который бы его успокаивал, вытаскивал из каких-то тяжелых ситуаций, которому можно было бы верить в свою судьбу, снять с себя тем самым ответственность. По сути, он показывает, что вот этим традиционным представлением тоже свойственно какое-то языческое почти отношение, как к идолу. Бог, на которого можно перевалить всю ответственность, на плечи которого можно взвалить бремя своего собственного существования. И он добавляет к этому, что люди, которые любуются этими возвышенностями, они-то не люди, что ли, и не ограничены? Не ограничены? Им разве нельзя возразить, что они вследствие своей ограниченности выдумали свое совершенное существо и радуются на свою выдумку. Вот корень расхождения шестого с традиционной теологией. По сути, он говорит, теология, это говорит не о Боге Библии, о нем речь пойдет чуть дальше, а о том Боге, которого люди сами хотели бы себе изобрести вследствие своей ограниченности. Хорошо, какого же Бога тогда ищет сам шестов? Прежде всего, это Бог сокрытый. Бог неизвестный, Бог могущественный, Бог такой, каким он сам хочет быть, а не каким его хочет представить человек. Не таким, как он говорит, каким бы сделала его человеческая мудрость, если бы ее слова превращались в дела. И вот именно поэтому шестов обращается прежде всего к Ветхому Завету. Потому что Бог, каким он предстает в Ветхом Завете, именно таков. Здесь мы сделаем небольшое отступление по поводу очень важной для шестого темы Афины и Иерусалим. Одна из старых красных нитей религиозной философии в частности. Афины это греческая мудрость, Иерусалим это Ветхозаветный Бог. Как эти темы между собой конфликтуют? Конфликтуют очень простым и понятным образом. Речь идет о самых сущностных вещах, о самом понятии Бога или о имени Божьем. Давайте вспомним книгу Исход, глава 3, стих 14, где Моисей встречает Господа в неопалимой купине и впервые звучит имя Божье. В иудейском тексте имя Божье это передается четырьмя буквами, которые в оголосовке звучат как Яхва. Но значение этого слова Яхва достаточно сложное. Само это слово представляет собой некий конструкт из сразу трех форм глагола быть. Был, есть и буду. И не вдаваясь глубоко анализ этого понятия библейский приду сразу к выводу, что дословный перевод этого слова на русский язык с иудейского текста звучал бы таким образом Я буду с вами таким, каким я буду с вами. Вот так вот. Это имя Божье. Я буду с вами таким, каким я буду с вами. Так оно имя Божье данное им для людей. Что это значит? Тут понятно из контекста. Разговор происходит в связи с исходом. И Моисей требует от Бога каких-то доказательств для его народа. Вот ты мне явился, Моисей ставит вопрос, ты мне явился, говорит, чтобы я выводил народ из Египта, а почему они должны мне поверить? Я им приду, скажу, вот какой-то Бог мне сказал что-то, а кто ты? На кого я буду ссылаться? И вот тогда Бог и называет свое имя. Я буду с вами таким, каким я буду с вами. Что это означает? Не означает ли это как раз отсутствие гарантий? Отсутствие какой-то надежной схемы, надежной системы? Не означает ли это, что Бог сохраняет за собой свободу предстать перед народом в таком виде, в каком он сам пожелает? Будь в то виде неопалимой купины или развершивася моря или огненного столпа, как он сам захочет. А может быть в виде голоса на Синайской горе. То есть Библия и говорит как раз об этой непредсказуемости Бога. Но при этом есть обещание быть с вами. Я буду не просто, я буду именно с вами. Причем библеисты отмечают, что само это понятие быть с кем-то очень похоже на экзистенциалистское понятие присутствие, существование при ком-то, совместном бытии или событии. То, что как раз вновь всплывет в экзистенциальной мысли XX века. То есть здесь Библия оказывается удивительно близка шестовской мысли. Но Библия была переведена на греческий язык. Септуагин. Перевод 70 толковников, выполненный в Александрии, в центре греческого философствования. И, конечно же, встал вопрос о том, каким образом перевести вот этот библейский текст на греческий язык. Разумеется, в греческом языке нет понятия хотя бы приблизительно соответствовавшему этому слову Яхве. Вот этот сложнейший смысл, который даже сейчас, чтобы проговорить, пришлось потратить несколько минут. Сложнейший смысл. Я буду с вами таким, каким я буду с вами. Как выразить одним словом? И толковники, переводчики обратились к философии Платона и решили перевести имя Божие словом ООН. Аз есмь сущий, я есть сущий. Ну, вроде бы так, если не вдаваться в контекст, подходит. Сущий, существую, можно как-то дальше, если поразбираться, можно как-то прийти к оригинальному пониманию. Но в контексте платоновской философии сущий значит совсем другое. Сущий значит причастный к миру вот этих вечных трансцендентных идей. Статичных, неизменных. В платоновском универсуме в нашем мире все меняется, все зыбко, все смертно, все разлагается, а вот мир идей смерти не подвержен. И слово сущий имя Бога обретает совершенно другие коннотации. Можно сказать диаметрально противоположное почти, что если Бог Ветхого Завета вечно в динамике, его действия никогда нельзя предугадать. Он противоположный статичности. Он все время как бы на шаг впереди взывает к человеку. и мы не можем никакие наши представления на него нацепить. То платоновский сущий это уже что-то совсем другое. Это что-то далекое, отстраненное, трансцендентное, распадающееся на какие-то рациональные понятия. И вот этим представлением о Боге можно уже увенчать любую концептуальную схему. Это очень интересный вопрос, фундаментальный вопрос, один из фундаментальных философско-богословских вопросов, вопрос о переводе имени Божия. Поскольку расхождение между Афинами и Иерусалимом коренится вот в этом. Здесь есть и аспект перевода, аспект лингвистический, вопрос в понятиях. за которым как с нежным комом нарастает целый ряд философских мировоззреческих противоречий. И вот мы уже по сути говорим о двух совершенно разных представлениях о Боге. Если философия всегда тяготела к Богу, каким его видела греческая мысль, к сущему, трансцендентному, поскольку он был для нее более удобен, то Шестов пытается вернуться к этому ветхозаветному пониманию. Но это, конечно, означает, что такой Бог, который непредсказуем для нас, который будет с нами таким, каким он сам пожелает, он внушает нам не только надежду, но еще и ужас и страх. потому потому что он как раз в неизвестности, он как раз скрыт от нас пеленой этой тайны. И мы вследствие того, что каждый из нас есть маленький человек, каждый из нас тяготеет каким-то всеобъясняющим схемам и боится всякой неопределенности, конечно, мы боимся Бога. И поэтому Шестов говорит, что Бог Ветхого Завета выше сострадания, выше добра. Опять-таки разумеешь, человеческие представления о добре могут совсем, могут не схватывать с Бога, он может и здесь оказаться на шаг впереди. И от человека, говорит Шестов, Бог требует невозможного. Бог требует только невозможного. Естественно, такое мысление невозможно, мышление невозможно схватить в каких-то рациональных, дискурсивных понятиях, да, поскольку мыслить о Боге, который всегда на шаг впереди, который всегда в неизвестности, который за пределами морали, добра и прочих замечательных вещей, можно только, если мы очень серьезно относимся к понятию тайны, к понятию неизвестного. И вот тайна для него стала определяющим. И такую веру он пытается в своей поздней работе Соля Фиды, только веру, он пытается как-то не ухватить даже, хотя бы как-то к ней прикоснуться. Вера зовет все на свой суд, говорит Шестов. Здесь говорит он это, кстати, в связи с Киркегором. И они здесь, конечно, опять-таки поразительно близки, потому что Киркегор на полстолетия раньше говорил практически то же самое. Но только меньше он к другой книге Ветхого Завета больше отсылал к вернее к той же самой, к истории, к сюжету другому, к жертвоприношению Авраама и к Иову. Но речь идет о том же самом, что вера это новое измерение мышления, открывающие путь к Творцу. Вот так вот, не больше, не меньше, новое измерение мышления. То есть это не признание какого-то рационального факта, это не согласие с какой-то гипотезой, с какой-то концепцией. Вера это принятие невозможного. Парадокс, тайна. Или, как сказал бы апостол Павел, уверенность в невидимом. Здесь опять-таки Шестов оказывается поразительно близок к истокам христианской мысли. Шестов говорит, что сама вера, она не принадлежит этому миру. Она не по сю стороне, а по ту стороне. Она, говорит он, там, где уже безумие, там, где изначальная свобода и переход от видимого мира к невидимому. Только на крыльях веры, пишет он, можно взлететь над всеми каменными стенами. А каменные стены, это как раз разум. Вера неразумна, вера не имеет никакого основания под собой. Вера это личная встреча с Богом, избранного им человеком. И всякий рационализм, конечно, Шестовым решительно отвергается. Богословский прежде всего. Говорит, вера не только не может, она не хочет превратиться в знание. Конечно, в терминах христианской мысли мы бы сказали, что Шестов апофатический мыслитель, то есть мыслитель, который противится всяким положительным объективным определениям. Мы не можем сказать, что Бог таков или Бог таков. мы можем сказать, Бог скрыт от нас завесой тайны. Так что, говорит он, когда приходящая от веры истина превращается нами или постигается как истина самоочевидная, в этом нужно видеть указание на то, что она нами утрачена. Все время в динамике. Никогда невозможно ее ухватить и каким-то образом заковать в цепи каких-то объективных понятий. Интересно, что Шестов разрабатывает эти темы практически в одно время с формированием протестантской неоркодоксии в западной мысли, которая тоже противилась рациональному богословию. Карл Барт, в частности, выражал это в таких словах. Он говорил, что Бог в нашей жизни подобен разрыву бомбы или разряду молнии. Вот молния, она ударила и все. И попробуй ее как-то ухвати. Невозможно воспроизвести это в лабораторных условиях. Потом измерять, оценивать. Она есть и все. Поэтому здесь тоже темы очень близки. И вот это противопоставление Афины и Иерусалим, вера или разум. Дискурсивное мышление понятийное или парадоксальное мышление веры. Оно вообще, конечно, нередко встречается в философии. Киркегором опять-таки она выражена предельно заостренно. Но Шестов вот эти темы развивает. Когда Шестов столкнулся с философией Киркегора, его поразило прежде всего в ней не столько близость его собственной мысли, а еще одна тема, которая у Киркегора звучит. Для Киркегора источником философии было не удивление, как думали древние, как думал Сократ, а отчаяние человеческое. В общем-то тоже понятен этот ход в контексте мысли Шестого. Философия начинается в маленьком человеке. Философия начинается в глубине, в недрах его души. И начинается она там, где он осознает свою заброшенность перед лицом тайны и ненадежность всех понятий, всех каких-то концепций метафизических или каких угодно, на которые он так привык рассчитывать. Вот именно здесь-то и начинается настоящая философия. И Киркегор противопоставляет в этом смысле Иова библейского Платону и Гегелю, считая его настоящим философом Шестов. Тоже подхватит эту тему, тоже будет писать про Иова и вот как раз под влиянием Киркегора напишет книгу «На весах Иова», который тоже эти темы будет развивать. И мы в этой философии встречаем не столько противопоставления веры и разума, а отрицание вообще истин разума, отрицание какой-то претензии разума на истина. Он критикует практически все. «Мир законов природы», говорит он, «Есть кошмарный сон, от которого мы должны были бы пробудиться». И интересен смысл этого противопоставления. Неправда разума не в содержании этих понятий, не в том, что мы пытаемся о мире как-то судить, а в том, что разум изначально отрекся от свободы. Сама опора нашего мышления есть отречение от свободы. Шестов очень интересно трактует библейский миф, библейский рассказ об грехопадении. И говорит он о том, что само грехопадение было ничем иным, как вкушением от плода древопознания. И для него здесь принципиально именно слово «познание». Когда человек вкусил от этого плода, он стал полагаться на рассудочное дискурсивное знание и отрекся тем самым от свободы. В знании человечеством и есть грех. Интересно, да, если Августин, например, видел корень греха в сексуальности человеческой, в его влечениях неконтролируемых, то Шестов видит корень зла, корень греха в разуме, в знании как такового. Потому что разум ориентирован не на озарения творческие, не на парадоксальность веры, а на необходимость. В разуме все следует друг из друга, одно следует из другого. Все связано вот этой цепью причин и следствий. И разум оставляет человека один на один с его заботами и тревогами. Здесь, конечно, можно упрекнуть, и это делали многие Шестов в скептицизме, в недоверии к разуму, в том, что человек, что же тогда получается, не способен познать. Но здесь опять-таки важно не забывать, что Шестов смотрит из совершенно другой перспективы. Он вообще не задается вопросами гносиологии. Конечно, все можно познать. Конечно, знания могут быть неограниченными. Они могут постоянно расширяться, расширяться. Но Шестов смотрит в экзистенциальном разрезе, из позиции человеческого существования, которое охватывает не только его познавательную способность, но и чувства, и его захваченность глубинными вопросами. И вот в этом смысле все знания человека могут оказаться ему ненужными в решающий момент, когда он умирает. Ведь вся русская литература 19 века, она как раз об этом. Смерть Ивана Ильича Толстого или подпольный человек Достоевского, который мучается, или Иов, который ему тоже знание ничего не дало. Опять-таки, книга библейская Иова здесь оказывается невероятно важна, потому что она написана почти 3000 лет назад уже подняла и философски раскрыла все эти темы. Иова перед лицом его страдания, перед лицом его обездоленности никакие благочестивые рассуждения друзей не помогают. Так вот, с чем же связано это изначальное заблуждение человека? Почему человек пошел путем разума? И здесь как раз Шестов обращается к грехопадению. Змей-искуситель по-шестову это и есть сам разум, который внушает человеку недоверие к божественной свободе и желает занять место Бога. Разум предлагает человеку свою ненадежную необходимость. Он предлагает ему гарантии правоты. Теперь ты будешь знать, что такое добро и что такое зло говорит змей. То есть мораль очень разумная, очень внушающее доверие. При этом сколько раз говорит Шестов разум человека обманывал. Но вот человек в своем желании этих внешних подпорок предпочитает надежность разума вместо таинственной ничем не обеспеченной парадоксальной свободы воли, свободы веры. Именно поэтому людям не нужен Бог, людям нужны гарантии. Здесь Шестов развивает мотивы, которые прояснил в частности Достоевский в своих романах. Я не буду уже цитировать, всем знакомый великий инквизитор о том же. И вот поэтому Шестов призывает искать истину там, где обычно ее не ищут. Он отмечает, что вся история философии есть история искания истины. И вместе с тем также вся история философии это тщетные попытки истину обнаружить там, где ее на самом деле и нет. Для человека, говорит он, искание истины всегда было погоней за общеобязательными суждениями. Человеку мало было обладать истиной. Он хотел иного, чтобы его истина была истиной для всех. А сам Шестов ищет живой, опять-таки вот это слово для него очень важно и он приписывает ее к каким-то затасканным уже понятиям, таким затертым философией живая истина, живая вера, живой бог. И вот эти поиски живой истины и привели Шестово к утрате доверия к разуму, к рационализму, со всеми его аргументациями, со всеми его следствиями, выводами и так далее. А фундаментальное качество бытия Шестового не в этом коренятся, а в чуде, в тайне и в загадочности. Само бытие, он говорит, есть чудо, потому что отвечает всем требованиям последнего. Вот он пишет, наш ум в детстве усвоивший столько нелепостей, потерял способность к самозащите и принимает все, кроме того, от чего его предостерегали с детства уже. Что, например, понимает человек современный в своих словах естественное развитие мира. Забудьте на минуту свою школу и сразу убедитесь, что развитие мира ужасно неестественно. Естественно было бы, если бы не было ничего, ни мира, ни развития. И снова здесь Шестов идет против общепринятых суждений, против эволюционных схем развития, чрезвычайно популярных в то время, против теории прогресса, которые как раз таки утверждали, что развитие естественно. А Шестов говорит, да нет, как же, неестественно оно. Вот если бы ничего не было, вот это было бы естественно. Конечно, учитывая вот такую направленность его философии, нетрудно понять, что всякие проекты общественного переустройства, всякие утопии социальные, которыми так было богато в начале XX века, принципиально ему чужды. Истина это не то, что принадлежит всем. Истина не может быть общеобязательной. Истина принадлежит конкретному человеку, и то она ему не принадлежит, в общем-то, он может всякий раз по-новому для себя ее открывать и как бы так на нее натыкаться. Поэтому, естественно, все социальные утопии для Шестово просто лишены смысла. Жизнь переживалась как свобода индивидуального существования. И совет Спинозы о том, что нужно, известный совет не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать для него тоже звучит ужасно. У Шестово как раз-таки человек должен возмущаться, смеяться, протестовать, насмехаться, чем вся его философия пронизана. Здесь он тоже был вполне последовательный. Вот наверное самое краткое и самое основное, что можно сказать о философии Шестово. Философия индивидуальности предельно радикально понятой. Философия настроенная против всяких общее обязательных истин, против расхожих суждений и расхожих понятий. И критика зашедшая очень далеко. Но в этом своем дальнем путешествии против всех, в этом своем крестовом походе против разума, против рассудка, метафизики и вообще всего, чем жила европейская и русская, да и русская в значительной степени философия того времени, в этом крестовом походе маленького человека Шестов оказался удивительно близок к каким-то фундаментальным библейским понятиям. Поэтому в частности Зиньковский, Василий Зиньковский, историк русской философии, и этим я бы завершил сегодня, Зиньковский возражал решительно против того, чтобы Шестова записывали в экзистенциалиста и ставили его на одну полку с такими авторами, как Камю или Сартер. Зиньковский говорит, что творчество Шестова уходит совсем в сторону от экзистенциализма в обеих его формах атеистического и религиозного. А по существу же, говорит Шестов, является религиозным мыслителем. Он вовсе не антропоцентричен, а теоцентричен. Вот такой путь, который он совершает от маленького человека, начиная, а приводит, привел он его, ну, может быть, к Богу привел, может быть, и нет. Такая философия. Благодарю за внимание.